Анна Шаенская Лори, просыпайся. Еще одного привезли. Скрипучий голос монахини ворвался в разум раскаленной иглой. За сегодняшнюю ночь я приняла десятерых тяжелораненых и едва стояла на ногах от усталости. Впрочем, как и остальные целители. Три часа назад в Вайорем случился прорыв. Твари-пустоши прогрызли брешь в магическом куполе и прорвались в наш мир. Прибывшие на место хранители предотвратили трагедию, но цена победы оказалась слишком велика. Поток раненых не прекращался. Еще немного и в госпитале не останется ни одной свободной койки. Где он? Я соскользнула с диванчика и легонько побила себя по щекам, пытаясь проснуться. В пятой палате только. Гретта запнулась, а между морщинистыми пальцами замелькали алые бусинки четок. Лори там без шансов. Даже не трать силы, просто боль с ними, чтоб не мучился. Сердце сжалось от тоски и безысходности. В такие моменты я себя ненавидела. Светлые целители считались элитой, простые жители приравнивали нас к богам. И верили, что мы способны на любые чудеса. Увы, наши возможности были не безграничны. Мы действительно могли больше, чем обычные лекари. Но в отличие от темных, не умели заклинать смерть. Я посмотрю, что можно сделать. От усталости голос прозвучал непривычно тихо и сипло. В палату шла, словно на эшафот, и дело было не только в предупреждении Гретты. Меня било озноб от дурных предчувствий, с каждой секундой они становились сильнее. Хотелось удрать как можно дальше от странного пациента, и в то же время неведомая сила тянула меня к нему. Говорят, сам владыка драконов прибыл на помощь. Неожиданно прошептала монахиня. Лично в бою участвовал. «Аргвар Нэри — великий воин», — сухо ответила. «Такая отвага делает ему честь». «Если бы не он, неизвестно, чем все закончилось», — продолжила тарахтеть Гретта. Она прекрасно чувствовала мое состояние и всеми силами пыталась отвлечь от грустных мыслей. Только я не разделяла всеобщего восхищения черными драконами, предпочитая держаться от Нэри и ему подобных как можно дальше. Слишком опасные, непредсказуемые, дикие. Давным-давно их призвали в наш мир, чтобы защитить жителей от творей пустоши. И драконы доблестно исполняли свой долг. Только магические резервы пополняли, мягко говоря, оригинально. За счет влюбленных в них ведьм. Разумеется, все было добровольно. Ради шанса нырнуть в койку к Нэри многие девушки готовы были продать душу. Свои источники драконы берегли пуще любого сокровища и, отпуская ведьму, щедро оплачивали ее услуги. Только любовь темных вызывала стойкую зависимость, а для таких, как я, и вовсе представляла смертельную опасность. — Лори, ты прости старуху. Мы почти дошли до палаты, и Гретта вновь заговорила о раненом. Знаю, что тебе хоть час отдохнуть нужно, но кроме тебя никто не взялся. А бросить его в таком состоянии. Я посмотрю, что можно сделать. Повторила, пытаясь собраться с мыслями. Храни тебя свет. По коридору разлетелся облегченный вздох и мелодичный перезвон четок. А то жалко, мага, молодой-то совсем. И такая судьба жуткая. Гретта принялась молиться, прося богов помиловать душу неизвестного. А я замерла на пороге палаты, не в силах сделать ни шагу. Предчувствия достигли предела, и сердце стучало так часто и сильно, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Только монотонный напев монахини отвлекал и помогал сосредоточиться. Травница была своенравной, но сердобольной. На этой почве мы и сработались. Остальные светлые считали ее выжившей из ума старухой, доживающей дни при монастырском госпитале. А зря. Не все болезни можно вылечить при помощи одной магии. За месяцы практики я многому научилась у Гретты. Но сейчас чувствовала себя адепткой-первокурсницей. «Соберись, Лори!» Прошептала, и два из палаты донесся сдавленный стон, и, решительно распахнув дверь, проскользнула внутрь. В нос ударил запах крови, гари и дешевого обезболивающего зелья, беды от которого было куда больше, чем пользы. Лекарь в приемнике не стал тратить магию и дорогостоящие препараты на простого солдата. Сволочь. Позже выясню, кто дежурил, и подам жалобу в совет. Но сейчас главное — пациент. Мужчина сдавленно засипел и выгнулся дугой. В два шага, преодолев разделявшее нас расстояние, я сплела заклинание, останавливающее кровотечение, и принялась наспех сканировать повреждения. На самого пациента старалась не смотреть. Бедняга явно попал в эпицентр магического взрыва. Не тело, а сплошной ожог. Несмотря на это, он судорожно цеплялся за жизнь и невольно тянул из меня силу, пытаясь восстановиться. «Светлая мать, неужели я действительно ничем не могу помочь?» Я накинула на него стабилизирующее плетение, и мужчина судорожно мотнул головой. Взгляд невольно скользнул по уцелевшей половине лица. Действительно молодой. И красивый. Был. Кожа перемазана копотью, кровью, но черты тонкие, правильные, аристократичные. Из-за кровопотерей и магического истощения лицо еще больше заострилось. Сейчас мужчина напоминал хищную птицу. Невольно вспомнилась старая эльфийская пословица. «На крыльях вороны летает беда». Глупость. Это просто пациент. А вот повреждения действительно тяжелые. Кроме ожога обнаружились многочисленные переломы, сильная кровопотеря и два смертельных проклятия. Но шанс был. Мизерный. Практически призрачный. Да и велик риск, что во время лечения он выпьет меня досуха, и в итоге погибнем оба. Но смогу ли я жить, обрекая мага на страшную смерть? «Лори!» Из коридора раздался голос Гретты. «Ты закончила! Еще одного привезли!» Кх-кх-кх! Мужчина вновь застонал. Это отрезвело и помогло принять решение. «Позови другого целителя!» Резко ответила и запечатала дверь заклинанием, чтобы никто не помешал. Ведь то, что я собиралась сделать, выходило далеко за рамки Светлого Кодекса. «Лори!» — обеспокоенно повторила монахиня. «Лори, послушай, он безнадёжен! Лори!» Грета барабанила в двери, взывая к голосу рассудка. Но я уже не слушала. Шагнула вперёд, опустившись на край постели, и осторожно положила ладони на грудь мужчины. Скользнула едва ощутимо, касаясь кончиками пальцев кожи под окровавленной рубашкой. На воине не было брони. Зато сквозь копоть просматривались контуры защитных рун и верениц со старых шрамов. Похоже, он из боевых магов, и это ранение далеко не первое. Пальцы мягко блуждали по груди мужчины, обходя ожоги, и слегка поддевая края разудранной рубахи. Она липла краном, и при каждом движении моих пальцев маг вздрагивал от боли. Но чтобы начать лечение, мне нужен был контакт кожа к коже. «Потерпи, прошу», — прошептала. «Это единственный шанс спасти тебя». На удивление пациент замер. Даже дыхание стало ровнее, словно одно моё присутствие восстанавливало его. Хороший знак. «Провести тесты на магическую совместимость я не успевала, но мой дар считался универсальным, и реакция мужчины это подтверждала. «Ты выживешь», — уверенно заявила, призывая силу. С кончиков пальцев сорвались серебристые искорки, и мужчина выгнулся дугой, едва не разорвав контакт. «Тише», — воскликнула силой, надавив на его грудь. Ладони чудом не соскользнули на раны, и мне удалось продолжить. Вторая попытка оказалась успешнее. Даже в таком состоянии маг быстро понял, что его не добивают, а лечат, и перестал сопротивляться. «Вот так, прекрасно». Глубоко вдохнув, я закрыла глаза и сосредоточилась на биении чужого сердца. На удивление сильным иголком для такой кровопотери и тяжелых повреждений. Не человек. Оборотень. Дракон. Кто же ты? Из-за проклятия и ран я не чувствовала его вторую ипостась. Это затрудняло лечение. Все двулики по-разному реагировали на нашу магию. И сейчас я ходила по краю пропасти. Дракон может выпить меня за пару мгновений. С оборотнем будет проще. Но лучше не рисковать. Собравшись с духом, я принялась осторожно вливать в мужчину свою жизненную энергию. Теперь наши сердца бились в унисон. Я растворялась в этом ритме, словно в грохоте горной реки. Магия сходила с ума, ручейками просачиваясь в чужие раны, оплетая тело пациента невесомой паутиной. Жуткие ожоги затягивались на глазах, оставляя после себя лишь грубые красноватые шрамы. Но через пару недель и от них не останется и следа. «Я тебе даже красоту верну», — нервно хихикнула, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. И прислушиваясь к шуму из коридора. В дверь больше не стучали. Гретта поняла, что вещевание бесполезное и переключилась на новых пациентов. «Прекрасно, значит, у меня еще есть время». Оставалось самое сложное. Восстановить вторую постась мужчины и снять все проклятия. А для этого мне понадобится куда больше силы. «Давай, Лори, ты справишься», — прошептала, призывая крылья. «Мое проклятие и главное сокровище — хрустальные крылья Фейри, бесконечный источник магии, из-за которой мой народ оказался на грани уничтожения». Вдоль позвоночника пробежали мурашки. И через миг по комнате разлилось чарующее сапфировое сияние. На кровать упала полупрозрачная тень. Казалось, над магом склонилась огромная бабочка, укрывая его от всего мира. Я слегка нагнулась вперед, обнимая мужчину крыльями. Он вновь вздрогнул, но уже не от боли. Теперь незнакомец жадный пил мою магию, вытягивая ее намного быстрее, чем я планировала отдавать. «Стой!» — воскликнула, слегка царапнув ногтями по груди. Но меня не послушали. «Лори!» — из коридора донесся голос матушки-настоятельницы. Она была в бешенстве. Не открою, точно высадит дверь. «Лори!» — пресветлая. «Что ж мне так не везет?» «Лори!» От слабости перед глазами заплясали цветные пятна, и я силой оттолкнула мужчину. Но в последний миг он лихорадочно ухватился за мое запястье. Крепко, цепко, словно от этого зависела его жизнь. «Отпусти!» — прошептала наспех, втягивая крылья. «Я почти закончила лечение, дальше справятся и обычные лекари. Главное — замести все следы». Заклинание, с помощью которого я удерживала двери закрытыми, задрожало. Настоятельница все же решила применить силу. «Иду!» — беспомощно проронила, пытаясь высвободить руку из стальной хватки. Но проще было согнуть клинок из эльфийской стали. «Лори!» По комнате разлетелся хриплый мужской шепот. Низкий, будоражущий, похожий на шелест осенних листьев. С ужасом обернувшись, я наткнулась на пристальный взгляд сапфировых глаз. Бездонных, словно океан. Удивительно красивых и слишком узнаваемых. «Аргварн-нари!» Простонала, осознав, насколько влипла. Казалось, хуже и быть не может. Но через секунду дверь с грохотом ударилась о стену, и в палату разъяренной фурией влетела матушка-настоятельница. «Кем ты себя возомнила?» Голубые глаза магиссы потемнели от гнева. «Я выделила тебе полчаса на отдых. Полчаса и не минутой больше. Но...» «Молчать!» — рявкнула Ванда. «В приемном отделении пятеро раненых. А их даже осмотреть некому. Мои резервы истощены. Еще пара заклинаний, и останусь без дара. Все падают с ног, а она забилась в чужую палату и отлынивает от работы. Целительница шипела змеей, разве что ядом не плевала. Каждое ее слово ранило, как удар ножа. Я прекрасно понимала, что потратила на дракона силы, которых могло хватить на десятерых. Но и бросить его умирать не могла. «Я не отлыниваю!» Возмутилась, предприняв еще одну попытку освободить запястье. Владыка вновь потерял сознание, но хватку не ослабил. Вцепился в меня, как в агонии. «А что ты делаешь?» — эхидно поинтересовалась настоятельница. «В эту палату приказано свозить безнадежных, а ты торчишь здесь уже четверть часа». Ох, погрузившись в лечение, я совсем потеряла счет времени. Теперь понятно, почему Ванда так разозлилась. Пациентов море, силы почти ни у кого не осталось. Погоди. Целительница наконец заметила затянувшиеся раны и стальную хватку на моей руке. Он дракон? Магия восстановила вторую ипостась Нэри и теперь не составляла труда определить, кто он. Черный дракон. Уклончиво ответила. В душе все еще теплилась надежда, что я ошиблась, и штормовой блеск сапфировых глаз мне привиделся на фоне магического истощения. К стыду своему я не особо помнила, как выглядит владыка. За новостями не следила, посвящая все свободное время учебе и практике. Нэри, в свою очередь, не жаловал приемы и благотворительные мероприятия, на которых мы могли случайно встретиться. Да и форма раненого смущала. На пуговицах куртки и вороти рубашки виднелись защитные руны, украшающие форму хранителей. Они частично приняли удар на себя, поглотив огненную магию врага. Других знаков различия не было. А ведь владыке полагалось носить командорский мундир, а не солдатскую форму. Но эти глаза. Такой глубокий сапфировый цвет радужки был только у заклинателей смерти. Некроманты черпали свою силу из благословения морских ведьм. И чем сильнее становился их дар, тем насыщеннее был цвет глаз. Такой бездонный штормовой синевой мог похвастаться лишь Аргварн Эри. «Черный дракон». Словно в трансе повторила настоятельница, вырывая меня из размышлений. «И ты...» «Нет, мы... мы спасли его». Ванда щелкнула пальцами, закрывая двери. Я едва не задохнулась от возмущения, но вовремя вспомнила о мстительном характере целительницы. Первые три года выпускники всецело зависели от воли наставницы, и ведьма могла с легкостью лишить меня всего. «Именно так, ваше светлейшество». Смирение далось с огромным трудом. «Мы спасли черного дракона». Внутри все закипало от ярости. И дело было не в тщеславии. Меня не волновали внутренние разборки орденов и бесконечная борьба за титул верховный. Но как быстро Ванда сменила гнев на милость, заметив для себя потенциальную выгоду. Узная император, что целители не оказали помощь дракону, от монастыря не осталось бы и кучки пепла. Зато смерть обычного солдата никто бы не заметил. Подобное лицемерие ужасало. Я никогда не делила пациентов на простых и особенных. Боги наделили нас магией, чтобы мы помогали всем нуждающимся, но... «Бестолочь с приемника уволю!» С чувством прошипела Ванда. «А ты, молодец, вовремя сообразила и оказала помощь. Не зря я тебя в ученице взяла». «Кхм-кхм!» Я сдавленно крякнула. «До этой секунды даже не подозревала, что так высоко летаю. Ученица самой матери-настоятельница. Надо же, какая честь!» «Напортачила ты, конечно, знатно», — тут же добавила целительница, оплетая дракона сканирующей сетью. Магические потоки нестабильны, но привязка уже сформировалась. «Привязка?» Ужаснулась. «Нет, пресветлая помилуй. Только не это, у меня же свадьба через неделю». «Тебе что-то не нравится?» Ванда удивленно изогнула бровь. «Что-то? Да мне все не нравится. Никто не поверит, что мы не любовники, а привязка сформировалась во время лечения». «Лори», — голос наставницы стал пугающим, мягким и вкратчивым. «Через неделю выборы в совет. Этот пациент и благосклонность владыки — мой шанс обойти настоятельницу монастыря Святой Лавинии. Но моя честь — свадьба». «Поможешь мне, я тебя прикрою», — отрезала Ванда. «Сорвешь мои планы, уничтожу». Я понятно объяснила. Более чем. Горло сдавило спазмом, и голос прозвучал сипло и жалко. Отныне моя судьба всецела зависела от воли наставницы и... Нэри. Если дракон заметил мои крылья, «Если понял, как именно я спасла его, мне конец». «Умница», — удовлетворенно кивнула целительница. «А теперь за дело. Будешь слушать меня, никто не узнает о привязке». Продолжение следует. Продолжение следует...